18-летняя жительница Дабасаранского района во время проживания в общей комнате со своей однокурсницей сделала несколько ее фотографий в обнаженном виде, а затем стала вымогать деньги в сумме 20 тысяч рублей под угрозой распространения этих фото. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими подозреваемое в вымогательстве доставлено в отдел. Они мне начали угрожать, говорить плохие слова мать, мою покойную маму обзывать. Пришли ко мне на квартиру в городе Саврополь, где я снимала посуточную квартиру. Когда я поехала на несколько дней, они приехали туда, угрожали им, говорили, мы тебя убьем, выходи. Они кричали возле подъезда, ломали дверь от квартиры. Слава Богу, я успела убежать от них, стояла на крыше, смотрела, совсем наблюдала. Потом я услышала, что эта девочка, она обратно говорит про меня плохие слова, то, что нет, то, что есть, говорит всякие слова. И я таким образом просто взяла и выставила от человека фотографии. Потом той же ночью ее мама позвонила, начал угрожать снова, я отклонила ее звонок. Потом ее отец начал угрожать и трогать мою покойную маму и кого-то, я тебя убью, я тебе это сделаю, то сделаю. От моего стороны никаких угроз, никаких шантажей, ничего не было, мне от них ничего не нужно было. Я просто хотела свои деньги получить. Он писал, я тебе кидаю деньги за то, чтобы ты удалила мою дочке фотографию. Мне его деньги, абсолютно за эти фотографии, за все деньги, ничего не нужно было. Если бы я хотела, хоть он эти деньги перекинул бы, я дальше фотки выставляла бы. Мне эти фотки, мне эти деньги тоже не нужны были. Я просто за ее язык, за то, что она говорит то, что не было, не было, то, что есть, не было, говорила всем. За это я ей выложила фотографии. Это уже получает шантаж, я это знаю, статья это. И я таким образом каждое сообщение писала, что я не хотела никаких денег от фотографии, просто хотела свои деньги получить. Я даже за эти деньги не просила бы, я даже не стала бы разобраться в этих деньгах. Мне было настолько плевать, что это не мои. Просто она свои деньги, просто она за свой язык, я за ее гнилый язык поставила фотки и все. Почему вы не обратились, когда вам угрожали в отдел полиции? Я не обратилась, потому что не думала, что это до такой степени дойдет, что до такой степени эти люди будут себя унижать. Я просто отстаивала молча. От них в стороне сколько угроз было, столько всего было, столько трогали они мою покойную маму. Покойные люди никогда в ничем не виноваты, они на том свете. Хорошо.